СПОРТИВНЫЙ ГОД Календарь событий за рубежом провели большое количество турниров и на территории Украины. Во-первых, мы провели 7 всеукраинских турниров на территории Украины. После этого мы приняли участие в международных соревнованиях. Международные соревнования запомнились в первую очередь победами. 10 медалей на чемпионате Европы среди кадетов и юниоров. 7 медалей на чемпионате мира среди кадетов и юниоров. И, конечно же, самое фееричное заключение – это чемпионат мира среди взрослых. Также наши спортсмены завоевали 7 основных медалей. И в командном зачете Украина себя показала на самом высшем и топовом уровне. Ни для кого не секрет, что чемпионат мира по пляжной борьбе проходит в 4 этапа. Делегацию всеукраинской федерации пляжной борьбы представляли 7 спортсменов, которые выбрали 6 медалей. А вот на втором этапе, который проходил в Риме, Украину представлял и участник Олимпийских игр в Токио Василий Михайлов. Он рассказывает, что пляжная борьба стремительно развивается не только в мире, но и в Украине тоже. Довольно очень быстро развивается этот вид спорта. Он очень зрелищный. Как показывает практика, в Риме, в Румынии были очень многие страны, Грузия, Иран. В 19 странах, и вообще в 2024 году утвердили, что пляжная борьба будет уже в олимпийской системе. В этом году также прошел чемпионат мира среди кадетов и юниоров в Румынии. В этих возрастных категориях нашим спортсменам удалось выбрать 7 медалей, из которых 3 золотых. Безусловно, важную роль в командной подготовке играет и тренер. Главный тренер украинской сборной отмечает, что пусть пляжная борьба в нашей стране развивается не так давно, но при этом украинские спортсмены составляют высокую конкуренцию. Украина, когда приехала, на нас смотрели вот так. В Румынии уже на нас смотрели, как на лидеров. Ну, так как у нас и команда, и спортсмены очень дружные проводили. Ну, есть у нас и над чем работать, и есть, как бы, можно сказать, свои секреты маленькие, свои установки, свои тренировки. И об этом, как говорить, это много работы. Думаю, в этом году мы покажем результат лучше. На финальном этапе мировой серии по пляжной борьбе наши спортсмены сумели выбрать 2 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые награды. При этом первенство взяли как в мужской категории, так и в женской. Наша работа заключается не только в становлении наших спортсменов, нашего здорового образа жизни, нашей популяризации данного вида спорта, а и в работе над тем, чтобы наши чемпионы мира в скором времени стали олимпийскими чемпионами. Пусть и 2021 спортивный год заканчивается, но впереди еще много чемпионатов Европы и мира, где наши спортсмены будут достойно представлять Украину. Стоит отметить, что всеукраинская федерация пляжной борьбы намерена провести в следующем году первый этап в мировой серии по этому виду спорта, в котором будут участвовать самые сильные представители своих стран. Кроме этого всего, пляжная борьба была отмечена и Олимпийским комитетом. На Олимпийских играх в 2024 году в Париже будут проходить соревнования по женской пляжной борьбе, где будут и наши спортсменки.